здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика сегодня я вас познакомлю с новинкой это автоматическим включателем новой линейки серии армат от и артикл у данного экземпляра м 06 м ну а чтобы знакомство было более продуктивным то проведем его виде сравнения с предшественником в 4760 м вот в общем его внешний вид у армата пластик на ощупь стал более приятный чем-то даже мне напоминает шнайдеровский автомат серии арти 9 прям вот тактильно он очень похож но по сравнению с тем жива 4760 м здесь он имел такой сероватый цвет ну и сама поверхность шероховатая как видите по габаритам армат чуточку выше совсем незначительно что лично мне не очень понравилось так это то что изменилась цветовая гамма цветовое восприятие данного бренда если так можно сказать с течением такого длительного времени нахождения производителя и на нашем рынке это где-то с 2000 2000 года не может даже ранее мы все уже привыкли что если в щите у нас имеются желтые рычажки они же клювики со сленга домохозяек то сразу становится понятно даже на расстояние даже на по телефону что это у нас и в желтый цвет рычажка имел как бы отличительную особенность бренда и но что то же самое можно в принципе сказать и про оранжевый цвет тоже производителя тдм ну и так можно приводить бесконечное множество примеров с цветовой гаммой того или иного производителя но зато защелку для линрейки наоборот выполнили именно в желтом цвете ну вот скажите разве плохо бы он смотрелся например желтым рычажком но желтый рычажок я вот не нашел вот в пример привожу красный мне кажется смотрелся бы очень и очень достойно и симпатично и к тому же восприятие и узнаваемость бренда было бы на порядок больше идем далее сам рычажок у нас стал более массивным что более удобно для осуществления коммутации тут уже не поспоришь над рычажком появилась окошечко для маркировки вот она так открывается у нас это замечательно но вот почему-то при включенном положении автомата что у нас происходит более чем половины окошечко остается заслонено непосредственно рычажком этот момент я считаю не совсем продуман ну посмотрите для сравнения как это сделано у того же хагер или и биби вот у нас хагер окошечко для маркировки находится снизу также 10 открывается рычажок практически нисколько не заслоняет данное окно возьмем и биби вот у нас окошечко для маркировки но хоть включен хоть отключен самого окошечко маркировки у нас никак не заслоняется если уж и делать окошечко для маркировки автоматических выключателей то делать его доступным для глаз в любом положении автомата они вот так что у нас по заклепкам безусловно у армата стала 8 заклепок вместо 6 у его ну так будем называть предшественника что не может не радовать сейчас при затягивании шуруповертом или с безумной силой отверткой нужно приложить просто неимоверные усилия чтобы автомат начал половиниться на последнем шестнадцатом это наверное около трех ньютон на метр будет отверточкой ну зазор здесь минимальный есть небольшой совсем но это не так как было раньше вот здесь зазор уже какой у нас образовался и сейчас попробуем еще дотянуть отверточкой идет немного вот видите а верхняя клемма и вовсе даже при затягивании без проводника она у провернулась выскочила и разломала корпус это у нас автомат в 4760 где у него было всего лишь 4 клепочки ну и само собой разумеющиеся что при токах короткого замыкания прочность корпуса с большим количеством заклепок будет в разы больше вообще наверное это на моей практике первый автомат я держу в руках который имеет 8 заклепок клеммы с виду одинаковые и по диаметру зажимного винта но у армата появилась возможность подключать и вилочную гребенку теперь уже с обоих сторон вот видите здесь им было сверху под вилочную гребеночку а вот здесь у армата еще и снизу есть вставляем например нашу гребенку ну и соответственно очень удобно что под вилочную гребенку у нас имеется отдельные клемма день не зажим то есть сюда можно завести спокойно питание подключить да и дальше уже идет распределение там по гребенке ну и соответственно у нас имеет имеется возможность подключать вилочную гребенку теперь с обоих и сторон то есть снизу может подключить аналогичным образом да я уже не раз говорил на канале что я не сторонник подключения питания автоматов снизу согласно здравому смыслу и эстетики да и поя дает лишь рекомендательный характер на этот счет но соглашусь что в некоторых случаях это бывает необходимо многие производители уже давно признали этот вопрос и стали давать прямые рекомендации по работоспособности автоматов при питании с любых из сторон и армат здесь принципе не исключение в паспорте черным по белому указано что выключатель допускает подвод напряжение от источника питания ну как сверху так и снизу естественно что это абсолютно никак не относится к автоматам серии дисси для цепей постоянного тока там нужно строго-настрого соблюдать полярность но хочу отметить у в 4760 который кстати уже снят с производства но тем не менее остается еще много экземпляров в магазинах и в целом по складским запасам до кота этот экземпляр этот автомат в 4760 также имел возможность подключения вилочные гребенки с обоих сторон вот у него был была возможность подключения и вот с нижних клемм но почему-то эту возможность в дальнейшем лишили автомат в 4760 м ну а сейчас эту функцию опять таки вернули армату также у армата наконец-то появилась защитная шторка на клеммах вот она что исключает промах при подключении проводников к зажимам это очень хорошая функция у автомата но здесь бы хотел бы тоже добавить свое видение если взять тот же шнайдер то у него также имеется вот защитная шторка то почему было нельзя сделать защитную шторку у армата аналогично как у шнайдера то есть изолированный ведь так увеличится не только удобство монтажа но и электробезопасность в плане защиты отсюда от случайных прикосновений к таковедущим частям количество циклов включения и отключения автоматов под нагрузкой она же электрическая износа стойкость у линейки армат составляет аж 10000 у вас 4760 м это значение заявлено чуть меньше и составляет 8000 я давно ждал от иек автомата для цепей постоянного тока шнайдер электрика и биби и там этим от для цепей постоянного тока серии дисси имеет просто заоблачную цену в особенности в текущих реалиях с таким курсом доллара в переписке с представителями иек я регулярно просил изготовить такой вариант но как говорится лучше поздно чем никогда и вуаля такой автомат был сделан как раз таки на базе армат причем без изменений и внедрения нового конструктива достаточно добавить постоянные магниты в текущую конструкцию дуга гасящей системы и в принципе все данный автомат можно использовать по назначению в цепях постоянного тока вы знаете что отключение электросетей на постоянном токе она более сложно так как дуга возникшая при разрыве такой цепи более стабильно и для ее угощения требуются высокие тепломеханические характеристики но здесь бы хотел сделать пояснение вот вот этот автоматический выключатель армат который вы видите у меня в руках предназначен для переменного тока и в цепи постоянного тока может работать только с напряжением на полюсе не более 48 вольт собственно как это было и ранее у серии вас 4729 4760 и других норма для цепей постоянного тока с постоянными магнитами может уже работать с напряжением на полюсе до 250 вольт соответственно постоянного напряжения что значительно расширяет круг его применения это начиная от оперативных цепей цепей управления на подстанции различные щиты постоянного тока и многое многое другое этому я безусловно рад у армата есть возможность подключения различных дополнительных устройств и дополнительный блок контакты и различные независимые расцепители расцепители максимального и минимального напряжения и другие но об этом скорее всего я расскажу уже в отдельном сюжете сейчас я на этом останавливаться не буду мы лучше перейдем к испытаниям нам же нужно убедиться что новый армат реально быстрее выше и сильнее как говорят и первым испытанием у нас будет испытание автоматов током 1,13 сотых от номиналов так вот при таком токе автоматический выключатель не должен отключаться в течение целого часа про время токовую характеристику автоматов я уже неоднократно рассказывал у себя на канале поэтому здесь сейчас сдаваться подробности особо не буду кому интересно переходите соответствующий раздел на канале ну 10 амперный автомат пока отложим в сторонку сегодня буду испытывать прогружать именно 16 амперный автомат и что нам нужно сделать в первую очередь во первую нам нужно скорректировать номинальный ток наших автоматических выключателей температура в электролаборатории сейчас находится на отметке 25 26 градусов цельсия что естественно меньше температуры 30 градусов цельсия относительно которой отображен график время токовой характеристики а значит нам необходимо вести поправочный температурный коэффициент согласно таблице из руководства вот при 30 градусов у нас номинал автомата составляет 16 ампер при 20 градусах номинал автомата у нас уже составляет 16,9 ампера ну и соответственно примерно рассчитав 25 градусов цельсия это будет 16,45 ампера таким образом при прохождении через наши автоматы тока величиной 1,13 от номинала то есть в нашем случае это 18,58 ампера они не должны сработать в течение целого часа ну давайте проверим кстати второй автомат тоже откладываю в сторонку а коль у нас сравнение участвует два автомата ну как бы его предшественник во 4760 м то и прогружать будем одновременно именно вот эти два автомата вот у нас приходит питающий проводник с устройства приходит на автомат армат здесь у нас идет перемычка с нижней клеммы на верхнюю клемму вот она приходит сюда и дальше опять уходит на источника это перемычка у нас медное сечением два с половиной квадратных миллиметра и так включаем наш автоматы и наводим ток большим засекаем время время у нас пошло настало время 3600 секунд то есть час прошел автоматы у нас не отключились как и тому положено я думаю что будет очень интересно узнать информацию по температуре нагрева при протекании через автоматы только чуть больше номинального поэтому при ненадлежащем качестве силового контакта там экономии на применяемых материалах слабое усилие и уменьшенная площадь контакта такие автоматы естественно что будут греться гораздо сильнее это у нас армат видим да где у нас контактное соединение даже принципе максимальная температура составляет пятьдесят шесть градусов вот в этой точке а вот с этой стороны 66 градусов пятьдесят девять шестьдесят два максимальная шестьдесят шесть градусов провод имеет температуру 44 градусов это у нас в 4760 так и температура максимальная с этой стороны автомата составляет пятьдесят четыре градуса с этой стороны у нас пятьдесят девять градусов вот у нас максимальный нагрев пятьдесят восемь пятьдесят девять вот у армата еще глянем 66 58 ну как вы сейчас сами видели вот с этой стороны у армата температура максимальная составляет пятьдесят восемь градусов вот с этой стороны 66 максимальная у его предшественника 55 вроде бы и с этой стороны максимальная 58 то есть по нагреву армат у нас даже немножечко проигрывает греется чуть сильнее кстати подобный эксперимент я проводил с шестнадцатью автоматическими выключателями то есть также с 16 амперными номиналами при аналогичном токе 1,13 от номинала у нас в принципе все топовые автоматы тот же и биби например имеет температуру имел температуру нагрева 72 и 7 градуса шнайдеры грелись по 65 68 градусов из 9 шнайдер грелся вовсе 75 градусов в а-47 29 нагрелся до 74 градусов тот же касс тд имели вам вообще температуру нагрева 84 88 градусов достаточно много в целом по картине нагрев 66 градусов и 58 градусов принципе даже по отношению и по сравнению с другими автоматами эта температура относительно приемлемая дальше у нас эксперимент током условного расцепления при этом токи автомат должен отключаться за время не более одного часа проверку данным током необходимо проводить сразу же после прогрузки током 1 целая 13 сотых от номинального сейчас плавно повышая ток до двадцати трех целых восемьдесят пять сотых ампера время пошло буквально только отключил камеру вот прошло 26 секунд и наш армат уже отключился так давайте сейчас его включим еще раз время пошло сейчас может быть даже больше чем 26 секунд потому что была некая пауза сработал работал наш армат так смотрим 2381 ток и время 60 секунд отлично решил отдельно все-таки проверить на срабатывание и соседа в общем 2386 и время идет автомат ва-4760 м отключился ток 2418 за время 1467 секунд а сейчас у нас будет проверка автоматов током 2 2 целых пятьдесят пять сотых от номинала согласно гост если через автоматический выключатель будет протекать ток равный 2 2 целым пятьдесят пять сотых от номинального тока то есть в нашем случае это сорок одна целая девяносто четыре сотых ампера то он должен отключиться за время не менее 1 секунды и не более 60 секунд 819 давайте еще разочек сделаем поехали 4196 ток время 573 247 60 м оп сработал 4198 время 791 у армата было 819 примерно одинаково давайте сразу на горячую второе отключение оп 42 27 ток и время 652 отлично проверка автомата пятикратным током если через автоматический выключатель будет проходить ток равный пятикратному току от номинального ампера то есть в нашем случае это восемьдесят две целых двадцать пять сотых ампера то он должен отключиться за время не менее 0 1 секунды поехали отключился 1 и 1 секунда давайте еще разочек поехали оп оп 8149 1 и 3 секунды здесь все отлично здесь самый основной параметр чтобы ток был именно не меньше 0 1 секунды больше может быть итак поехали оп отключился ток 80 95 время 1 и 9 секунды еще раз давайте оп 80 97 время 1 59 отлично а вот сейчас мы будем проверять автоматы десятикратным током если через автомат будет протекать десятикратный ток в нашем случае это сто шестьдесят четыре с половиной ампера то он должен отключиться за время не более 0 1 секунды и так поехали оп сто шестьдесят четыре и три время шесть и две миллисекунды отлично шесть и две миллисекунды 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 шесть и одна миллисекунда 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 миллисекунды 160 ампер 6 и 2 миллисекунды 164 ампера 6 и 1 миллисекунда 165 ампер 6 и 1 миллисекунда 164 с половиной ампера 6 и 1 миллисекунда никакой разницы по срабатыванию электромагнитного рассыпителя нету время у них одинаково 6 и 2 6 и 1 миллисекунды сейчас я максимально выкрутил латов крайнее положение посмотрим какой будет у нас ток поехали об отключился 270 ампер 4 1 миллисекунда то есть видите наблюдается некая селективность при 164 амперах было 6 и 2 мили 6 2 миллисекунды сейчас 4 1 268 ток 4 1 миллисекунда 4 1 миллисекунды 267 4 2 миллисекунды 4 1 миллисекунда 270 ампер 4 1 миллисекунда ну давайте теперь проверим этот автомат максимальным током 271 ампер 4 1 миллисекунды ну также абсолютно также давайте еще раз 272 ампера 4 1 миллисекунда 273 ампера 4 1 миллисекунда еще раз 273 ампера 4 1 миллисекунда при максимальном токе и время срабатывания обоих автомобилей получились абсолютно одинаковыми в районе 4 1 4 2 миллисекунды ну и в заключении можно сказать что оба автомата соответствует гост и заданным время токовым характеристикам замечательно в общем вот такое получилось видео кому оно понравилось обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет еще много всего интересного это было только первая часть выпуска история с этими автоматами арматами еще не закончилась в следующей части я произведу измерение переходного сопротивления данных автоматов сравним полученные значения с другими автоматами ну и самое интересное произведем разборку данного автомата и изучим какие улучшения и изменения внес производитель в конструкцию данного автомата очень будет интересно также хочу вам напомнить что в связи с последними событиями в мире а также на ю тубе всем авторам отключили монетизацию вы можете поддержать меня выразить мне благодарность за интересные полезные и подробные видеосюжеты ну и в целом для дальнейшей мотивации и поддержания моего youtube канала также на переведенные средства я смогу приобрести какое-нибудь новое интересное электрооборудование или приборы для дальнейших обзоров и испытаний реквизиты банковских карт сбербанка и тинькова будут указаны на экране а проявить благодарность можно путем перри перевода абсолютно любой суммы которую посчитаете нужны так сказать сколько не жалко всем заранее большое спасибо также если у вас остались какие-либо вопросы по данному автоматическому выключателю задавайте их как всегда в комментариях на этом все всем спасибо за внимание с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч а а а а Субтитры подогнал «Симон»